Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешу. Номер 393. События дня. Послание к евреям. 9 глава, 27 стих. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. 8 января 2017 год. То есть 8 это воскресенье за воскресенье. Священник Петр Михалев пишет. Ужасное видео. Это про нас там сидит, наколотый там, про лагерь. Говорит, я взял всем, разослал. Ну и они ответ дают. Священник дальше. Но оставлять там комментарий, это делать его более популярным. Игнатий Тихонович, вы часто в слове против обретения мощей приводите слова из Писания, прах ты и в прах обратишься и так далее. Но вот святитель Василий Великий в слове на Рождество Христово пишет. Ныне отменено осуждение Адама. Уже не имеет силы божественный приговор, прах ты и в прах возвратишься. Бытие 3.19. Но человек через соединение с небесным, 1 Коинфяна 15.48, вознесен на небо. Как вы относитесь к этим словам святителя? Он ошибся? С Рождеством Христовым у вас. Ко мне недавно пришла женщина, которая была баптисткой, но после ваших видеобесед решила войти в церковь. Она ходила к нам на занятия, но пока креститься не решилась. Я ей посоветовал вам позвонить и с вами поговорить. Ее зовут Надежда. Понятно как. Вот он сказал. Что он сказал? Что он имел в виду? Что перестали тела тлеть? Ну как понимать? Златоуст говорит, Христос воскрес и ни одного в Адии. А теперь всех вывел из ада. Ну это гиперболическое выражение. Говорит вообще о состоянии человечества. Ничего не понимать, чтобы наставить на то. Ну а куда денется прах, ты в прах возвратишься. Ни в пепел, ни в мощевики. Тут толковать вообще нечего. Я отвечаю. Ответы даю в событиях дня. Ибо мне тут неудобно отвечать. Коротко. Святой Василий Великий говорит о рождении Иисуса и о последствиях народ человеческий, а не об отмене праха. А если он имел в виду отменное изречение Господне, то тогда действие входит в Слово Божие. Неизменное и вечное. Галатам 1.8 Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам, не то, что вы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Исайя 8 глава 20 стих Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Кто там, Дамаскин сказал, не имеет значения. Но не может он быть выше Духа Святого, который написал это. Евгений Солодовников Игнатий Тихонович, спасибо вам большое. Вы большое праведное дело делаете. Всегда приятно посмотреть ваши ролики. Особенно интересны ваши занятия по изучению Библии на собрании. Володя и Никита, вам тоже спасибо, братья, за праведное дело. Ну вот, видишь как. Никита. Слава Христу. Николай Астахов. Никита уже шутит. Вот это да. Есть плоды. Чтобы получилось, нужно 77 лет по Библии прожить. Привет вам, братья. Вот так. Вот Red Hills. Как переводится? Красные холмы, как бы. Холмы. Я уже не могу никак брать за истину. Зачем это ложь? Красные холмы, я с ними не разговариваю. Пишите только точно, как в паспорте. Именно данные фотографии. Даже не пишите комментарии. Они для меня совершенно не нужны. Неизвестно от кого. Пишет. Hello, brother Игнатий Лапкин. Peace and love from Portland, Oregon. We need your prayers. Ну, переводи по порядку, переводи. Ну, приветствую вас, брат Игнатий. Мир и любовь вам из Portland, Oregon. Мы нуждаемся в ваших молитвах за нашу страну и нашего президента Дональда Трампа. Господь благословит и вашу страну... Ну, в общем, не знаю, Рыгарс, Алекс, в общем, пишет какой-то. Дальше. Юрий Соболев. Миром, Игнатий Тихонович, один из слушателей наших курсов, задал сегодня вопрос. Какова была примерная цена козленка во времена бытийственной хронологии? Бытие 38 глава. В переводе на сегодняшние деньги. Видимо, речь о том, во сколько Иуда оценил Фомарь, принявший ее заблудницу. Я ответил, что не могу пока ответить. Взял время. Как ответить во свете Библии на этот вопрос, Игнатий Тихонович? Представьте себе, преподаватель в университете, в академии, ведет курсы просвещения при митрополии своей, при партии. Ну, я отвечаю. Игла. Ответ дайте такой. Святитель Иоанн Златоуст советует научиться не задавать вопросы. Не торопись. Не задавайте вопросы. Конечно же, никак не относящиеся ко спасению. Вашему курсанту нужно знать, во что им обойдется один заход по чужой подолг к еврейке-блуднице. Дальше. Для этого ему, а не вам, нужно поехать в Израиль. И у трех отар, у пастухов, вызнать цену продаваемого козленка годовалого. Пусть делит на три и узнает потом этот зловодный котях на своей постели. Убеждая свою жену, что она ему много дешевле обходится, ибо законная. Дальше. Притча 9, глава, стих 13. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у двери дома своего на стуле на возвышенных местах города. Игла. Стул поминается. Это редкое такое. Чтобы вызвать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда. Она не говорит это, но смысл-то в этом. Искуда умному сказала она. Воды краденые сладкие, и утаенный хлеб приятен. Хлеб у нее там, воды сладкие, там еще кроме зловония-то нету. И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподнен зазванный идею. Но ты отскочи, немедленно мести, не останавливая взгляда твоего на ней. Ибо таким образом ты пройдешь воду чужую. От воды чужой удаляйся, и из источника чужого не пей, чтобы пожить тебе многое время, и чтобы прибавилась тебе лета жизни. А садит у вас вопросника так, чтобы дымилось вокруг него, и он будет совсем иной вид иметь, а не подкусывать преподавателя. Юрий сразу же ответил. Вот это ответ. Благодарю, Игнатий Тихонович. Спаси Христос. У проповедника всегда должен быть юмор. Солью. Михаил Домнич, с рождеством Господа нашего вас и ваших близких, Игнатий Тихонович. Ваше мнение на этот ролик. Что вы можете сказать о этом лекторе, если он нам знаком? Ну, допустим, вот, он спрашивает, как он это? Контр нажал, а теперь вот сюда вот. И смотрим, что он тут говорит. Ага. Объединение с католиками и признаки антихриста. А кто это говорит? Сейчас покажется человек. Смотрите. Чтобы самих себя не гнобить, чтобы другие... Масленников. Вот Масленников здесь как раз и... О нем и говорит. Хорошо. Теперь я ему отвечаю на это. Считай. Я на этот ролик Масленникова уже отвечал. Масленников Сергеевна в опале патриархины за что? Вот здесь. Мой ролик так называется. В ноябре. Все. И он все поблагодарил на этом конец. Вот. Разные люди. Вот. Ответ какой? Так. Так это то или это другое? Это другое. Дальше. Юлия Бондарева. Юлия Бондарева. С Рождеством Христовым и с наступившими вас святками, дорогой Игнатий Тихонович. У меня тут возник вопрос. Я тут из некоторых источников православной литературы вычитала, что на службе в храме можно с супругом стоять вместе. Я и стою вместе с ним в правой стороне церкви. Я правильно делаю? Или нам нужно стоять в разных частях храма? Заранее благодарю за ответ. Спасибо с Бог за огромный труд. Игла. Мужи стоят от входа в храм справа. Жены слева. Все. Еще пишет человек один. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Мы очень благодарны вам за служение. Мы стали посещать православный храм. То есть речь идет о неправославных. Это новые люди приходят. Все время новые и новые сектанты в храмы Московского патриархата. Конечно, очень тяжело быть там, где Слово Божие не авторитет. Вот тебе. Но так вораза моя это вина. Там костей много, икон много, но мало Христа. Мало Слова Божия. Вы как глоток свежего воздуха. Только с Божьей помощью можно остаться в современном православии с Господом. Мы молимся за вас и нуждаемся в вашей молитвенной поддержке. С любовью, семья Вечкутовых. Ну, допустим, я знаю, эти недурки, которые мои, разные нападают. Там со штата Филадельфия, откуда они. Что они им говорят? Только не слушай упырь, это Лапкин. А куда, например, никуда. Это дебоны вокруг меня все время колготятся, дымятся из преисподней. Люди просятся православную церковь. У них злоба ослепила глаза. Кровью налитые, как у быка. Пока ториадар, ему говорят, в хребет не воткнет последнюю шпагу. А смерть где-то рядом ходит. Вот я теперь сказал. Они сейчас сразу выискивают. Ну, что они у меня плохое спросили? Хорошее. Пришли православную церковь. Они все забывают. Только чтобы со мной не разговаривали. Ну, вот теперь посмотрим, что у нас еще есть. Вот один написал, Максим Федотов. И вот это я открыл ее. Смотрите, что он мне посылает. Что тут? Там где-то комментарий ниже смотреть надо. Вот это что? Ну, это мы отсылали. Кто-то спрашивал. Сергею Козлову мы отсылали. Это про вас. В ответ на ваше письмо о деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина сообщаем следующее. Игнатий Тихонович Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении. Теперь не прочитал там вот заголовок. Ну, Русская Православная Церковь, Московский Патриархат, Алтайская Метрополия, или Метрополия, Православная Религиозная Организация, Барнаульская Епархия. Это сегодня прислали мне. Какие тут диспуты открываются насчет этого послания? И дальше. Так, Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с Православной Церковью через Барнаульскую Епархию, как обычный мирянин. Он ревностный православный христианин, проповедник и исповедник. Догматических и канонических нарушений у него не установлено. Под церковным судом не состоит. Как обыкновенный гражданин, он имеет право на организацию лагеря и иную законную общественную деятельность. А эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Игнатий Тихонович Лапкин человек твердых убеждений, пожилой, что требует уважительного отношения к нему. С уважением Сергий, митрополит Барнаульский Алтайский, глава Алтайской митрополии. Теперь его тут показали, неполный портрет, и что? Ну вот тут тоже комментарий. Ну нет, вот вверху. А он ревностный православный христианин и проповедник. Ну ладно, я это убираю. Вот из этого даже не просто убираю, а закрою. Я где-то его здесь надо посмотреть. Вот. Ответ. Да, это пишет. Вот оценивший, сколько есть. А, мы уже скопировали. Пишет. Кто? Владимир Панкратов. Это дальше, которое там было, я увеличил, чтобы считать можно было. А разве организация детского православного лагеря нарушает каноны православной церкви, что нужно ставить вопрос перед правящим митрополитом? Вопрос. Многие благая лето Игнатию Тихоновичу за его истину, любовь к Богу и его миссионерскую деятельность. Дальше. Дальше. Батон, Толбон. Ну я бы с ним разговаривался. Батон, Толбон, это фишка. Фишка какая-то. Что пишет? Странно. Как при отрицании и почитании мощей можно быть ревностным православным христианинам? Да я как раз не отрицаю, а наоборот оказываю честь, чтобы не кощунствовали над ними, не пилили их, не таскали, не резали. Это нигде никто не говорит об этом. Благодать нашли в костях мертвых. Я как раз и говорю, что Бог сказал, прах ты в праховозвратишься, с великими почестями, с присутствием патриарха, похоронить в самом почетном месте. А этот Батон, недоеденный мышами, вот что он говорит. Антон Герасимов ответил Батону. Батон, а в чем проблема? Почитание мощей не догмат, иначе укажите аргумент от Писания или авторитетный канун, удостоверяющий обратное. Якобы епископ Курочкин. Да не якобы, это и есть епископ. Якобы тут. А там ничего нет, это под епископ Курочкина, то... Ну это его страница, это он выставил, это он. Ну не знаю, давай. Епископ Курочкин. Игнатий трудный человек. В логике это называется наивным реализмом. В быту это называется женской логикой. Смысл в том, что эти несчастны считают всех их слушающих на одной линии мышления и понимания. А понимание различия, восприятие на втором месте. Как это первое, второе, восприятие, как это? Кто бы ни говорил, я его слушаю. Зачем это-то наворачивать-то? За меня решает первое восприятие, второе, третье. Я все время на вершине. С народом больше полвека. Как бы я первое, второе решал, когда я стою за кафедрой в университете? На первом месте я имею вот это в виду, и вы это, несомненно, понимаете. Да и не имеете права по-другому понимать. Чего это? Где это? Хоть одно место такое где? Я говорю, что говорит Писание, что святые отцы, каноны и жития святых. Где я? Одно хотя бы место. Дальше. Да, это ошибочная установка. Но не ересь и не побуждение к расколу. А про серьезное содержание у владыки Сергия все очень правильно. Я и не знаю в современном мире лучшего популяризатора Библии по-православному. Вот так, то есть, это обо мне говорит. И еще достоинство Игнашки. Он нас, архиереев, тычет носом в наше собственное говно. В деле спасения души, которая, это самое ценное. Самое ценное, что я знаю, что у них есть, и туда сойдет. Но я не верю, что это Игнашка, там прочее, наш архиерей никогда этого не говорил. Это под его именем. Ну не знаю, у него в друзьях стоит, он, епископ Игнашкин. То есть, никогда этого не было, нигде. Этого понебратства он не допускал никогда. Опечатка, может быть. Руслан Зимин ответил, епископу. Все люди равны перед Богом, который нелицеприятно и судит и милует всех, как своих детей, не делая исключения в том числе и так называемой архиерейской долларовой ереси. Все, получил, говорит, по мозгам. Юрий Евтушенко, в православии это называется прелесть. Один раз Нилус хотел обличить епископа, но перед этим пришел к варсануфию Оптинскому. А тот ему ответил, епископа может обличать только епископ. Да где же ты такое нашел? Да ты считай языки Илья 3.18. Если ты епископу не сказал, ты его не любишь. Кровь его на тебе будет. Вот он пошел сказать куда-то, то есть шагу не может. Человек погибает, перед ним пропасть, в яму идет. Кто он ведущий? А куда? Оба упадут в яму. Почему вы не забываете об этом-то? Кто ведет-то? Ведет-то не мирянин. Дальше. Ни одного места нет писания, нету. А вот пошел к варсануфию, сказал, да было ли это? А если сказал, почему ты считаешь, что он прав? Епископ и неприкасаемый или что? Дальше. Так, Руслан Зимин ответил Юрию. Юрий, а кто сказал, что епископ из касты неприкасаемых? Даже если он, к примеру, участник геевых скандалов, аки-одиозный гомосексуалист, глава, кто-то там, поп Анастасий, алкало-церковная кличка Настя. Дальше. Юрий Евтушенко. Бог всегда отвечает обстоятельствами на мышление людей, а если вы их перекормили, простите, это проблема населения. В православии очень много тонкостей, начиная с умной молитвы. Умная молитва, как будто есть молитва, как-то это полоумная там, сумасшедшая, еродивая. Где вы нашли это? Есть молитва и нет молитвы? Вот когда ты злишься где-то, не знаю, то иди сначала примирись. Когда на тебя имеют, а не ты имеешь. Юрий Евтушенко. Кто мешает прекратить их финансировать? Это они обо мне забыли. Батон ответил Антону. Антон! Батон ответил Антону. Ну ладно, Батона-то не надо даже. Дальше. Сергей Пинчук. И вот еще что любопытно. Если между общиной Лапкина и РПЦМП знак равенства, то почему духовно окормляющие есться в РПЦМП не испытывают желания окормляться, в кавычках, духовно у миссионера Игнатия? И в равной степени, наоборот, жители Патеряевки не стремятся стать прихожанами в Бурнаульских храмах. Странно, коль разницы нет. Это мышление какое. Это мышинная возня. Он не понимает ничего. А ты почитал, вот доктор Павел Бочков говорит, это уникальные общины. Мы имеем общение с Патриархи, нет. А почему нет? То есть ему нужен стандарт, и он тогда пошел, возьмет маленько флажок. Тебя сунули в это носом. Нюхай теперь, сиди. Дальше Сергей Пенчук снова. Ах, ну да, как и обычный мирянин. Вот оно ключевое понятие. Осторожность митрополита, конечно, объяснима. Не подтолкнуть к уходу в раскол тех, кто, по сути, одной ногой уже там. Определил ногой на одной ноге. Это патриаршее состояние, в каком они есть. Они, мозги-то деревянные, они не понимают, одна нога туда как-то решал. По какой ноге решал? По левой, по правой? Одно неосторожное движение, и пропали люди. То есть заранее сидят, как стратеги со стороны. Владыка все понимает. Помоги ему Господь в его нелегком служении. Тоша Пустотный пишет. Вот так, Пустотный. Дальше. Почему меня заботит чья-то прелесть? Отчего я такой умом ревнитель по православным догматам? Не от того ли, что организаций ошибся при выборе? Вместо комсомола в церковь подался. Так, Николай Снегов ответил Батону. Батон. А для порядка? Насчет мощей нужно хотя бы реестр составить? Какие? Где? Когда? Да. И Игнатий более прав, чем любой защитник. И дальше добавляет. Николай Снегов. Даже Курай восхищен был подборкой материалов о мощах Игнатия Лапкина. На сегодня никто лучше его такой труд не сделал. Вот так. Батон ответил Николай. Николай, мощи святых, которые церковь призывает таковыми... Признает. Признает таковыми. Почитать обязаны. Впрочем, он вообще против почитания. Да врет, врет. Я вообще против почитания. Как я против-то? Где? В одном месте хотя бы нет ничего. То есть, если бы он молился, его в дух святой обречил. А ничего нету, мертвец этот батон. Выброшенный валяется батон, который и собаки не едет. Николай Снегов ответил батону. Батон против церкви я не имею глагола. Кстати, о трудах и труд о мощах Лапкина не против учения церкви, но отрезвляющий. Особенно для тех, кто Бога ищет в иконах и косточках. И таких немало. В иконах и в косточках. Батон ответил Николай. Николай, а что? Там ничего нет, что ли? Иоанн Дамаскин в своих словах в защиту святых икон пишет, что святые и при жизни исполнены были святого духа. Когда же скончались, благодать святого духа присутствует и с душами, и с телами их в гробницах, и с фигурами, и со святыми иконами их. Не по существу, но по благодати и действию энергии. 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 Вот они тут. Это не идолопоклонство. Антон Герасим, ответил Батону. Батон, это не догмат, а частное определение, пусть и Вселенского собора, не ревнованное Вселенской церковью, как догматическое определение. Ну так дальше все, это дальше уже ничего. Вселенского собора, они обо мне забыли уже, теперь только одно. Всепились в кости со всех сторон. Вот напоминает всегда мне это собаки, когда где-то и найдут, и за костью делают. Вот Каполическая церковь, Киприян, какой, сказали, ничего нету. Фирсову, ничего нету. То есть я в следующий раз убеждаюсь, что нет ничего. А если бы было, они бы конкретно сказали, вот так-то, так-то, нет ничего. Вот это можно закрыть, батоны все. Прошу нигде мне не писать, если нет имя, фамилия, сразу будет выброшен. Зачем мне нужна эта гадость? Он скрывается. А если скрывается, значит, он сам знает, что нечистоту несет. Ну и вот теперь, сейчас мы посмотрим, какие ресурсы. Это мой мир. Да, на мой мир перестало перекачивать. Никак. Я до этого брал с Ютуба, а теперь скачиваю ролики на рабочий стол. И с рабочего стола не стало пригласить. Какая причина? Или из-за того, что много тут, пять тысяч сорок два. Или переменили какие-то условия. Что-то в администрации есть, не знаю. То есть, на мой мир не могу ставить ролики. Три дня ставлю круглосуточно, и все время ошибочно, ошибочно, ошибочно. Ничего нету. Не знаю. Ну и дальше. Это наш православный форум. Форум. Что здесь они? Вопросы. Тут какой-то вопрос был. Сейчас мы глянем. Во свете Библии. Православный форум. Форум. Вот. Вот с хорошей фотографией. Кто тут пишет? Пишет. Считай. Так. Наталья Анатольевна. Верная спутница жизни Никите. Женили Никиту. Создание семейного очага. Очага. Семейного благополучия, богатства как материального, так и духовного. Прозорливости, мудрости и скорейшего выхода из одиночества. Ох. Это да-да. Напишут. Вот кто против, так говорится, монашество-то. А я как раз за то, чтобы человек один трудился для Бога. Дальше. Райхан. Райхан Женакова за Гидулина. Мне нравится, как Никита благовествует. Заметно вырос духовно. Что там? Счастливчик. Это тут где-то есть. Счастливчик. Что учится у самого Лапкина. Слава Христу. Из контакта. Видите, какие отзывы. Дальше. Ну, это наш православный видеоканал. Вот новое. Вчера мы записали. Тут песнопение поют братья. Где-то я не вижу. Где-то я одиночество. Я тут постоянно среди людей. Какое одиночество может быть? Какое одиночество нашли? Ну, просто без женщин. Вчера мы тут записали. Гену тут найди. Есть Божий суд. Вот вчера записали один ролик. Посмотрите. Не каждый может его отключить. Аминь. 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 Я представляю страх и обалденье, когда попало в третье отделение. На свет поэта представляю я, как начали все эти гады бегать. Нарить смутиры, осыпая перхоть. Носы табак, спасительный суяк. И шеф жандармов, главный идеолог. Ругая подчиненных идиотов. Надел очки, да ядов с тропом есть. Есть Божий суд на берстники разврата. Он строгнул, погляделся в аромата. И побоялся еще раз прочесть. Есть Божий суд, метель в ревелом окна. Есть Божий суд, весной стал Волга. В раздольах и страдавшихся степных. Есть Божий суд, кандальники бренчаны. Есть Божий суд, безволствуя кричали. Глаза скидавших шапки крепостных. Глаза скидавших шапки крепостных. Уже давно докладец был состряпан. И на Кавказ Лермонтов запрятан. Но Бенгенгор с тех пор утратил сон. Во время сибоняги царедворской. Приемов, заседаний, церемоний. Есть Божий суд, смятенье слышал он. И шеф, трясясь от страха, водянистал. Уродкой превратился в атеиста. Шеф посещал молебны, как всегда. С приятцей, размышляя в кабинете. Что все же Бога нет на этом свете. А значит нет и Божьего суда. Есть Божий суд, метель ревела в окна. Есть Божий суд, весной стояла волка. В раздорях и страдавшихся степных. Есть Божий суд, крандальники бренчали. Есть Божий суд, безмолвствуя кричали. Глаза скидавших шапки крепостных. Глаза скидавших шапки крепостных. Но вечно над всеми подлецами. Жандармами, придворными, снецами. Как будто их грядущая слива. Случит с неумолимостью народа. Есть Божий суд, наберстники разврата. Есть Божий суд, есть грозный судья. И если даже нет нас в свете Бога. Не потирайте руки слишком бодро. Вас и в мундиры ваши не спасут. Придется все когда-нибудь расплатом. Есть Божий суд, наберстники разврата. И суд поэта, это Божий суд. Есть Божий суд, метель ревела в окна. Есть Божий суд, весной стояла волка. В раздорьях и страдавшихся степных. Есть Божий суд, наберстники прячали. Есть Божий суд, бездовствия кричали. Глаза скидавших шапки крепостных. Глаза скидавших шапки крепостных. Есть Божий суд, метель ревела в окна. Есть Божий суд, весной стояла волка. Глаза скидавших шапки крепостных. Глаза скидавших шапки крепостных. Евгений Евтушенко. Я это стихотворение взял в 26-м томе. А потом оттуда попала Витя. И он вот так вот забринчал. Хорошие слова. Есть Божий суд. Это относится к сегодняшней власти. И к вчерашней, и к позавчерашней. Все на этом. Понятно? Вот вчера мы написали это. Собрались братья и пропели. И сразу отзывы на Евтушенко. Да он такой, да он негодник. Да он там и предатель. Да он такой. Евгений Евтушенко это настоящий поэт. Настоящий поэт. Да, он неверующий. Четвертый раз там женатый и прочее. Ну речь-то идет о том, что написал правильно-то. Ну прямо в злобе захлебывается. Я сказал, архипелаг Гулах, как кинулись на Александра Солженицына, должно быть будто стая каких-то диких, бешеных волков. Ведь мы подошвой его не стоим. Солженицына, его биографии. Что он сделал, что написал. Лауреат Нобелевской премии. Ни на что не смотрят. Но рано или поздно придет расплата. Есть Божий суд. За все придется ответить. Патриарх встретился с Папой Римским. С ума сошли прямо. И не поминает его. Я не из Патриархии. Мы к Русской Православной Зарубежной Церкви относимся. Каждый день за него молимся. Ну что он сделал-то там, покажите. Что сделал-то. И вот уже все продано. Да давным-давно все окатолично. Бритые возьмите вы все, кто католики. Подряд своих-то. Смотрите профессоров-то. Масоны давным-давно. Ну и естественно, они уже ничего тут не могут сделать. Я показал сейчас. И у нас большой ресурс. Это православный библейский сайт. И вот здесь есть у нас 55 папок. Мы разобрали уже работу. Ну и сейчас разбираем жития. Вот маленькие вопросы. Это мне, которые задавали в университете. Теперь я все это делаю, копирую. Увеличиваю в размере. И дальше, чтобы люди могли знать ответы. Это все из книг моих взято. Считаем. Вопрос 1834. Седьмой том, открытый моком. Насколько можно доверять описанию рая в житиях? Ответ. Все описания аллегорические. Не принимай это описание буквально. Первое к Арифинаму, вторая глава, девятый стих. Ну как написано. Не видел того глаз. Не слышало уха. И не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Это вопросы, которые мне задавали в пяти университетах, десятки школ, во всех отделах милиции, где выступал. Три радиопрограммы вел. И сейчас бумажек сохранились. Мне в письменном виде писали. Но потом стали просить как-то это сохранить. Ну вот и написал книги. Серафим Саровский, 2 января, кавычки открыты. Ах, если бы ты знал, возлюбленный, какая радость, какая сладость ожидает праведного на небе, то ты решился бы во временной жизни переносить скорби с благодарением. Если бы самая эта келья была полна червей, и они бы всю жизнь нашу ели нашу плоть, то и тогда надо было на это со всяким желанием согласиться, чтобы только не лишиться той небесной радости. Так, ну вот какое дело-то. Ну подпиши как. Как? Арай по житиям. Арай. Все. И опять мы смотрим. Заходим. И опять на нашем форуме. Это сайте. О! Теперь опять берем, выдвигаем, копируем Ctrl-S, находим вордовский листок, расширяем его, Ctrl-V, теперь Ctrl-A активируем и переводим шрифт на 20. Все. Это не на 20, на 18. Считаем. Вопрос 1837, 7-й том открытым оком. Были ли такие чудеса у святых, которые как бы и не нужны? И хотели ли бы вы таким даром обладать? Ответ. Всегда нужно искать пользы ближнего. Дар – это уже не твои труды, за которые ты получишь награду. Только за труд с потом на лице будет награда. А что ты чудотворец, или хороший оратор, или тебе это дается без труда, за это никакой награды не будет, потому что это все Божие, а ты еще и славу от людей за это получил. Неплохо поймать земелью щуку и на печи ездить по проспекту. Мне нравится на малом пространстве размещать многое. Есть такие чудеса, которые к этому располагают, но я пока без них обхожусь. Они мне могли бы и помешать. Полезут люди, будут себе простить, и тебе только глазами хлопать останется, а польза – нуль. И христианство, 5 глава, 10 стих. Умножается имущество, умножается и потребляющее его, и какое благо для владеющего им, а разве только смотреть своими глазами. Аверки, 22 октября, кавычки открыты. По старому стилю, из Дмитрия Ростовского, из житей, взяты, кавычки – это взят отрывок из жития. А приготовление его к путешествию состояло в следующем. Он взял немного хлеба и в один кожаный мех влил вино, масло, уксус и воду. И сделал так, чтобы эти жидкости не смешались между собою. Когда во время дороги ему нужно было вино, то текло из меха одно только вино. Когда ему требовался уксус, лился один уксус. Нужна ли ему вода, текла одна вода. Так каждая жидкость вытекала в отдельность, несмотря на то, что все они были вместе и в одном и том же мехе. Однажды ученик святого без благословения его хотел нацедить себе чашу вина. И вот потекли сразу все жидкости. И вино, и масло, и уксус, и вода. Так что невозможно было вкусить ему этой смеси. В ужасе он исповедовал свой грех святому, просил неупрощения. И тогда, по благословению блаженного, каждая жидкость стала истекать снова отдельно. Но если бы ему вино натекло, и он бы каждый день присосался, каялся бы он или нет? Да нет, его скрутило, видно, и живот его, и понос тут все из него пробило его. Дальше. Ольга, 11 июля, кавычки открыты. Не должно предавать умолчанию и следующее. Над гробницей блаженной Ольги в церковной стене было оконце. И если кто с твердой верой приходил честным мощам, оконце само собой открывалось, и стоящий снаружи ясно видел через оконце лежавшие внутри честные чудотворные мощи. Причем особенно достойные видели и исходящее от них некое чудное сияние. И из имеющих веру, кто бы ни был одержим каким-либо недугом, тот час получал исцеление. Как будто живого Бога нету. Нигде. Вот оконца надо открывать. Просто если бы была вера в Бога, зачем бы люди это искали? Приходившему же с маловерием оконца не открывалось. И он не мог видеть честных мощей, даже если бы вошел в самую церковь. Он видел только гроб и не мог получить исцеление. Кавычки закрыты. А где он гроб на сегодня? Надо написать. Чудеса в житиях. Это надо все время. Это оконца открывалось, приходили. Какие слова-то приходят? Это язычество. Самое неприкрытое натуральное. И где это? Нигде ничего нету. Нету. Дальше. Вот теперь побольше. Контр-ЛА, контр-ЛС. Скопировали. Снова заходим. Контр-ЛВ. А5 активируем. И в двадцатку загоняем. Все. Вот теперь мы начинаем рассуждать. Давай. Вопрос 1841. Седьмой том открытым оком. Я воспитана на почтении к житиям святых. И тем более тех святых, о ком известно, что они были великими. Вы неоднократно говорили, что Арсений Великий неправ был, что он молчал и так учил людей. Почему вы так думаете, что ваше усуждение вернее, чем мнение тех, кто был с ним рядом, кто видел плоды этого его молчальничества. Тем более даже видения были, что Арсений выше тех, кто творил прием посетителей. Как Моисей, Мурин, Муринский молит. Докажите, что вы правы? Ответ. Вы ставите мне вопрос, совершенно для меня невыполнимый. Как я могу доказать свою правоту, когда здесь нет Арсения? Если бы вы попросили сравнить жития Арсения Великого с Библией и показать, где конкретно он неправ, тогда мы бы вместе, помолившись, могли посвятить этому разбору в дорогоценнейшее время. Выдержки из жития Арсения я буду брать в кавычки, и вы этому можете не верить. Но возьмите жития за мой месяц и под восьмым числом найдите житие всего человека. Приведя выдержку из жития, буду давать рассмотрение выдержки в сравнении с Библией. Повторяю, что я не знаю, так ли было действительно в жизни этого человека, но мы договорились, что жития это пока самый надежный источник, по которому мы можем одинаково рассуждать о личности данного подвижника. Кавычки открыты. Преподобный Арсений родился в Риме от благочестивых родителей христиан, которые воспитали его в страхе Божьем и обучили его наукам. Арсений, приняв на себя сан-диакона Великой Римской Церкви, проводил жизнь целомудренную, стараясь соделать из себя достойное жилище святого и всеосвящающего духа. Жизнь и деятельность преподобного Арсения располагается по годам так. Родился в 354 году, принят ко двору на 29-м году жизни в 383 году, в 11 лет жил при дворе до 394 года, 40 лет прожил в Скидской пустыне до 434 года, 10 лет жил в Трогине или Тройоне, 3 года пробыл в Канопе, 2 последние опять в Трогине и умер на 96-м году жизни в 449 году или начало 450 года. Четвертый век, век обмерщения церкви, когда к власти пришел Константин Великий и массы самых грешных и необращенных, невозрожденных людей, хлынули в церковь. Об этом криком кричат жития. Этот век и дал всплеск распространения монашества, как протест против этого обмерщения. В самом центре, в Вавилоне, распущенности и жил юноша, и учился в среде утопавших в роскошь. Слово благочестивые родители вовсе не означает, что они были возрожденными. Так говорится о тех законопослушных гражданах, кто не поддерживал еретиков, кто внешне соблюдал установление господствующей церкви. Абсолютизм власти и прислуживающей ему церкви закрыл Слово Божие. И по нему не было никакой нужды сравнивать жизнь. Об этом сетует и рыдает Иоанн Златоуст в 347-407 гг. И все святые отцы. Жизнь языческой столицы была развращающей. Нужно знать, что даже среди епископов не было настоящих проповедников. Иоанн Златоуст был первым, кто стал говорить не по бумажке, а из уст. Понятно. Как Петр I запретил говорить по бумажке, дабы дурь каждого видна была. На память это было чудом века. А во времена апостолов это было совершенно обычным явлением для самого маленького простолюдина. Епископы не учили народ. Священники молчали. Про дьяконов, как и сегодня, не приходится даже и говорить. Много ли даже в Москве в этом 2004 году от Рождества Христова дьяконов, которые проповедуют чистое евангельское учение? Евангельское они занимаются разъяснением обрядов, что означает их ребусное движение. Сейчас трудно найти священнослужителя в Москве, который не имел бы, хотя среднего образования. Но, как правило, у них есть мирские институты, семинарии, академии, даже профессорские звания. А дьяконов сейчас в Москве 287. И ни одного проповедника евангельского учения. 732 священника на 681 храм. И с часовни. Да что Москва, если на 154 сегодняшних архиереев во все патриархии найдешь ли одного, кто бы мог сделать это сравнением их жизни по Библии? Видите, какие данные дают? Цифры, все. Они никогда не сравнивают с Библией никого. Но сравнить и начать ревизировать свою жизнь по деяниям апостолов. А ведь даже сейчас есть 312 мужских монастыря и 325 женских, 167 подворий и 45 скитов, 5 академий и 1 богословский институт, 2 университета православных, 33 духовных семинарий, 44 духовных училища, 14 пасторских курсов и 3 епархиальных женских училища и несколько иконных и регенских курсов. Данные из доклада Патриарха Алексея II, 2003 год. То есть я беру данные, которые не я придумал, но не сегодня все дальше. Слово Божие было закупорено, оно не было известно простолюдинам, и в этой среде вращается в самом высшем обществе молодой человек. Какова его практика, как благовестника, как миссионера среди язычества? Да если бы он только слово на эту тему выдохнул, как его смели бы низшие слои социальной корзины навсегда порушив его карьеру, как поступали с такими активистами в годы советской власти. Значит, он еще даже и не начинал подвязаться за евангельскую веру, за благовестие Евангелия. Кавычки открыты. Кавычки открыты. В это время восточной частью Римской империи управлял Феодосий Великий, 379-385 годы, западную Грациан, 375-383 годы. Феодосий, имея двух сыновей, Аркадия и Гонория, искал для них такого учителя, который бы научил их не только человеческой, но и божественной мудрости. Феодосий хотел, чтобы дети его были обучены не только философией и другим эллинским наукам, но и добродетельной, богоугодной жизни христианской. С этой целью Феодосий приказал искать по всей империи святого человека, однако найти не мог, потому что посланные его находили много умных и ученых людей, проводивших жизнь небогоугодную, и наоборот, встречали людей в жизни благочестивы, но совершенно не обученных светским наукам. Поэтому Феодосий вынужден был написать к западному императору Грациану о том, что ему для обучения детей нужен такой именно человек, как сказано выше. Грациан же, посоветовавшись об этом с папой Дамасом, сказал ему, «Стыдно будет царству нашему, если мы не найдем в нем человека добродетельного и мудрого, какого просит император Феодосий. Нам нужно найти такого человека, который мог бы сыновей его философии научить и наставить страху Божию не только словом, но и примером своей добродетельной жизни». Кавычки закрыты. Кавычки закрыты. Дальше, кавычки открыты опять. «Тщательно поискав по всему Риму, они не нашли более премудрого и более добродетельного мужа, как Арсения, дьякона, проводившего жизнь добродетельную и превосходившего многих своими подвигами и уважением юного возраста. Призвав его к себе, они передали ему желание царя Восточного и приказали Арсению идти к нему. Но Арсений всячески отговаривался, говоря, что ему он уже давно оставил все мирские науки, так как решил посвятить себя на служение Богу в звании клирика. Арсений говорил, что он уже давно забыл все речи элитеров, так как решил посвятить все силы на служение церкви и алтарю. Император с папой увещевали его исполнить их просьбу, так как они просили его о деле, полезном всему христианскому миру и церкви Божией. Они говорили ему, что он должен научить детей царских не только книжной мудрости, но и христианскому благочестию, дабы они не верили в языческие басни, а защищали бы и распространяли веру христианскую. Тогда Арсений против своей воли повиновался приказанию императора и папы. Они отправили его в Константинополь к императору Феодосию с великой честью. Дальше. Кавычки закрыты. При царском дворе Николая I воспитал его детей Жуковский. Так, Василий Андреевич. Поэт и друг Пушкина Александра Сергеевича. Саша сам насчитывает в своем реестре 113 своих любовниц. Мог ли Арсений выйти за рамки официального монастырского православия? Как жили при дворе? Что для них было главным? Отец Феодосий вносил коррективы и метод обучения, чтобы чинопочитание его отпрыска было заменено на строгость. Кавычки открыты. Но чем больше слава окружал Арсения, тем больше он скорбел духом, потому что сердце его не лежало ни к славе, ни к богатству, ни к суетной мирской похвале. К глубине души он сильно желал послужить Богу в смирении, жизни иноческой, в безмолвии и нищете. Поэтому Арсений начал усердно молиться ко Господу, прося освободить его от пребывания в царских палатах и освободить его от пустынной иноческой жизни. Исподобить. Исподобить его пустынной иноческой жизни. Случилось однажды, что Арсений как-то заметил за Аркадием некоторый проступок. Рассердившись на него, Арсений побил его розгами и при том настолько сильно, что Аркадий помнил это наказание до самой смерти своей, так как следы розок остались на теле Аркадии. Все это произошло по промышлению Божию, дабы через это освободить Арсения от семерской жизни и дать ему возможность проводить пустынное иноческое житие, которого так жаждал преподобный Арсений. То есть ювенальная юстиция еще не работала, а то бы и Константина загребли бы они тут, Роспотребнадзор императора, или он бы их на коле насадил. Аркадий, затаив в сердце гнев на учителя своего и придя в совершенный возраст, стал думать, как бы ему убить Арсения. Вот выучил он его убить ученик, учителя. Он открыл намерение свое одному доверенному советнику и упрашивал его убить Арсения каким ему угодно способом. Может, дай ему, чтобы он колол себя. Давай. Но тот, боясь Бога и императора Феодосия, и не желая делать столь дурного поступка, тем более, что уважал Арсения за многие его добродетели, тайно, наедине, передал ему замысел Аркадия и советовал преподобному поберечь свою жизнь. Арсений же, преисполнившись скорби и страха, начал снова со слезами молиться к Богу, чтобы он направил его на путь спасительный. Слушайте внимательно. Давай. Ночью, во время молитвы, Арсений услышал свыше голос, говоривший, кавычки открыты, Арсений, беги от людей, и ты спасешься. Вот и все. Арсений, услышав это, оделся в худые одежды и, выйдя тайно из двора царского, пришел на берег морской. Никакого нет утверждения, что это было ад Бога или что-то. Возьми иголку и кори тебе сильнее, вот так вот. А что ты балуешься? Давай. Здесь, по Божьей промышлении, он нашел корабль, отправляющийся в Александрию. Он сел на него и отправился в путь, возложив все пование свое на Бога. Когда корабль прибыл в Александрию, тогда час Арсений отправился в скид подвижников. Придя в церковь, он начал слезно упрашивать пресвитеров, посвятить его монашество и наставить его на путь спасения. Эти же последние, видя, что с ними говорит муж честный, благоговейный, честный и благоговейный, спросили его, кто ты и откуда ты пришел? Он же отвечал им, я странник и человек, я убогий. То есть теперь поговорить неправду. Вот откуда голос был первый, то к этому голосу теперь прислушивается. А это будут брать в образец. Это может от дьявола было. Пресвитеры, посоветовавшись между собой о том, кому бы можно было отдать пришельца для наставления иноческому житию, решили отдать его Авве и Анне Колову, о чем известили его. Кавычки закрыты. Кавычки закрыты. Потерпев полный крах, как учитель, Арсений совершенно ни разу и нигде не сверяется со священным писанием. И тут некий голос, который еще не раз будет учить его, подсказывает, как поступить. Он настолько хорошо усвоил эту заповедь, что и после смерти своего врага продолжал скрываться. Даже в церкви он стоял так, чтобы лица его никто не увидел. Скрытность его не поддается описанию. Похоже, что тот страх так и не оставил его. Тем более, директива того голоса неведомого не была отменена ни разу. Беги от людей, и ты спасешься. Это какой дух ты ему говорил-то? Никто почему-то это не смотрит-то. Оно не евангельское движение-то было. Кавычки открыты. Между тем, император Феодосий начал разыскивать Арсения. Вскоре же после того, как он ушел из дворца. Феодосий очень сожалел об Арсении и потому велел искать его в разных городах. Однако, никак не мог найти его, так как Господь скрывал место пребывания угодника своего до того времени, когда его благоугодно будет явить его миру на пользу многим. Арсений же, живя в келье, указанной ему старцем, подвязался в посте, молитве и трудах иноческих и так преуспел во всех добродетелях, что превзошел многих старцев своими подвигами. Какими подвигами-то? Какие? Дальше. Однажды, когда он молился, сказал, Господи, научи меня спастись. То есть, он еще не знает пути спасения. Это в лучшем был найден в двух империях. В ответ на это был голос с неба говоривший, Арсений, скрывайся от людей и пребывай в молчании. Это корень добродетеля. Какой же это голос, когда вопреки Слову Божию, вопреки, и нигде даже анализу не подвергается это сомнению. Голос сказал свыше. Да сатана в господствует в воздухе, дух лжи. Вот состояние человека, равного которому не было в империи восточной и западной. Уже в пустыне, уже нося ангельский образ, он не знает, как же спастись. Да разве мог такой вопрос задать хотя бы один прихожанин даже Галатской церкви или Ефесской? Что же это за прихожане были в православной церкви, что диакон, учитель царей, монах и не знает, что знала Марина Магдалина, знал Тимофей, полукровка далекой провинции. Или здесь пишут, что попало описание житий, описателей, описателей житий. Или действительно так и было. Это членопочитание монашеству и инокам достигло своего апогея, когда Библия была закрыта и спрятана. А указания Божьи были сведены до буквального в наличии имеющегося контактера. Кто что услышал от некоего голоса. И этот голос никто не проверяет. 1600 лет. 2 Коринфянам 11 глава, 3 стих. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей пролистил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. 1 Тимофея, 5 глава, 15 стих. Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Невозрожденная Духа Божия чрезвычайно жаждали чудесного, необычного. И тут же награждали обладателя всего необычного дара знанием. Знанием великим. Считаешь, как Колумер. Знанием великий написано. Ну, великий его милый. Арсений великий. Они его этим именем награждают. Необычного дара. Звание великим. Деяние, 5 глава, 36 стих. Явился Февда, выдавая себя за кого-то великого. Деяние, 8 глава, 9 стих. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Скажешь, что они где-сами себя за таких выдавали, но люди их уже почитали не просто великими, а богами. Деяние, 14 глава, 19 стих. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря поликаонски, боги в образе человеческом сошли к нам. Вот так из святых канонизируют, когда боги в образе человеческом. Деяние, 28 глава, 6 стих. Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он бог. Неужели никто и ни разу не попытался сравнить то, чем руководствовался Арсений, проверить по Библии? Голос, сказавший ему про молчальничество, был совершенно противоположный голосу Иисуса из Назарета, Иисуса, который воскрес и грядет судить всех по своему слову неизменному и неотмененному. Ивангелетана, 12 глава, 48 стих. Отвергающий меня и не принимающий моих слов имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Вот такой ответ по Арсению Великому никто не даст. Почему? Бояться. А бояться не надо. Надо бояться Бога. Если Библия есть слово Саваофа, то что значит великие или люди или невеликие? Если они идут против Слова Божия, им остается только зафиксировать рядом с великим словом Анафема, даже если и крылья у него, и чин ангельский, или даже сам ангел, Анафемой крыльям будет привязана. Галатам 1 глава, 8-9 стихи. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, вам да будет Анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет Анафема. Странно и страшно читать и видеть, как люди друг при другом горбатятся, и боясь как-то не уважить чей-то сан, его святость, его мощи, в то же самое время так свободно и легко и умышленно, пренебрежительно относятся к слову Иеговы. Но если чьи-то действия идут совершенно в разрез со словами Духа Святого, то кому же нам прислониться, к Богу или к великому человеку и его великому заблуждению и восстать против голосов свыше, кавычках, которые вводят от голоса единого пастыря душ Креста. Деяние 26 глава 22 стих. Но получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя самалому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. Иеремия 33 глава 3 стих. Воззови ко мне и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Арсений, скрывайся от людей, пребывай в молчании, это корень добродетеля. Корень добродетеля. Если первый раз голос был лично к Арсению и он спас тело свое, бежал в Александрию и в пустыню, то второй раз, очевидно, тот же самый некий голос уже более поучительный. Так как Арсений вполне доверился этому голосу, распространяет указания на всех, обобщая этим указанием свою мысль о спасении. Вот как. Я разбор делаю, показываю Слово Божие. И если об этом пишут сегодня в житии Арсения, значит, он не скрыл этого голоса и что он имеет связь и верит этому голосу. И никто за 16 столетий промелькнувших в пустынях с тех пор так и не подсказал, что этот голос совершенно не те слова говорит, какие были от Духа Святого в Библии. Евангелие от Марка 16 глава 15 стих. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Вот повеление Духа Святого, идите, не прячьтесь в пустыню. Лука 24 глава 49 стих. И я пошлю обетование отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. Дух Святой наказал. А раз не идут никуда, то они не обреченные силы, они мертвые. Евангелие 15 глава 26 стих. Когда же приедет Утешитель, которого я пошлю от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. Деяние 1 глава 8 стих. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Деяние 4 глава 33 стих. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа и Иисуса Христа и великая благодать была на всех их. И мальчишка его искал убить. 40 киллеров и Павел никуда не спрятался. Караулили они день и ночь написано в Дамаске и он бежал и тут же начал проповедовать. Совершенно не тем путем пошел великий. Там еще выше. Ага. Так. 17-20 Иоанна. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. 2 Кориффин 4 глава 4 стих. Для неверующих, у которых Бог векость его ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования во славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Видите как? Воссиял свет благовествования. Какой свет, когда во тьме человек? Закрытый ни с кем не разговаривает. Его этот голос ведет, то он контактера имеет. Кавычки открыты. Дальше. Внимая этому голосу, Арсений ушел из того места вглубь пустыни и построил здесь для себя небольшую келью. В этой келье он всегда пребывал один, всемерно стараясь соблюдать молчание. Он избегал всяких бесед и постоянно устремлял ум свой к небу. Прибывая на земле телом, он духом возлетал горним силам. Их ты дальше уже наворачивай, наворачивай. Горним силам. А куда тогда возлетал Павел? Другие, которые шли, не запретили ли вам говорить? А кого больше слушать, Бога или человека? Это слышит не человека и не Бога, а голос некий. Что тут доказывать-то? Каждый воскресный и праздничный день он приходил в церковь. По окончании богослужения тотчас возвращался молча в свою келью. При этом он никогда не вступал ни с кем в разговор. Лишь только изредка, будучи спрошен, отвечал на вопрос насколько возможно кратко и затем устремлялся к своему безмолвному жилищу. Все подвижники, обитавшие в Скидской пустыне, весьма удивлялись добродетельной жизни преподобного Арсения. А какая добродетельная? Молчал. Вся добродетельная. Знания огромные. Равных ему никого нету. Пользы море. Все закопано таланты. И не будет ли это спрошено на суде Божьем-то? Ну, совершенно безбожники пишут-то. Один раз Ава Марк спросил его, для чего ты, честной отец, удаляешься от нас? Арсений же отвечал ему, знает Бог, как я люблю вас, но я не могу пребывать одновременно с Богом и с людьми. Вот это да. Потому что на небе, хотя и очень много вышних сил, тысячи-тысячи или десятков тысяч, но все они имеют одну волю, и потому единодушно славят Бога. Но на земле много воли человеческих, и у каждого человека свои мысли. Каждый из вас имеет различные намерения и мысли, и потому я не могу, оставивши Бога, жить с людьми. То есть Евангелие уже считается противобожным. То есть ему анафема была сразу бы дана, если бы по Евангелию это. И невеликий никакой. Он как безбожник ведет-то себя. Дальше. Стремясь... Кавычки. Кавычки, да. Как можно ближе стать к Богу, Арсений всячески удалялся людей. Так, что даже не желал, чтобы кто-либо его видел или знал о нем. Кавычки. Это не зарытый талант, ничего. Снова кавычки. Однажды преподобный Арсений пришел на одно место, где росло очень много тростника. Он нашел здесь иноков, сидевших около тростника. Так как тростник шумел от ветра, то преподобный спросил иноков, откуда происходит этот шум? Иноки же отвечали ему, это тростник шумит от ветра. Представьте, слышишь, шумит откуда? Вот понимаете, уровень-то какой? Да, откуда? Это камыш шумит, тростник шумит. Узнали. Тогда преподобный рассказал им, для чего же вы сидите здесь и слушаете шум тростника? Такую музыку. А Давыд играл, прославлял Бога. Тот, кто действительно любит молчание, не должен слушать даже пение птиц, которое может нарушить мир душевный, тем более может смутить сердце инока. Шум тростника. Это не зуверство, это ничего, это прославляется православие. Пение птиц даже не слушать. Бог сотворил все на радость человеку. Пение птиц, он уже это за истину брал, он теперь это насаждал. Теперь вступила в силу третья ступень научения, ступень, от того голоса, когда, принявши наставление голоса, навязывает эту человеко-ненавидическую концепцию разделения служения Богу и служения человеку. «Я не могу пребывать одновременно и с Богом, и с людьми». При мощном образовании и огромном опыте при царском дворце и в столичном ватаршем храме он давил авторитетом без слов. Однажды брошенная фраза Арсением уже полторы тысячи лет давлеет над сказанными словами Христа и изничтожает на нет слова Евангелия о благовестии. Приставка «Великий» могла оправдывать любое самодурство и петеранию, любое невежество по отношению к Слову Божьему и любое противление словам Иеговы. Это же и сегодня. На любое указание Библии православные только взглянут и хорошо, если с тебя не сомнут гневом и при этом всегда сошлются на слова батюшки и совсем уж неотразимо, если это сказал Иоанн Крестьянкин, Адриан из Лавры или Кирилл из Загорского посада. И вот теперь только начинаешь говорить сразу «Иоанн Дамаскин сказал про мощи». Ну Иоанн Дамаскин пускай живет с мощами-то. Идите к живым людям. Кавычки открыты. Иногда преподобного дерзали искушать бесы. Прислуживавший же ему брат, приблизившись к келью его, слышал, как старец взывал на таких случаях Богу «Не оставь меня, Господи, хотя я и не сотворил при тобой ничего благого, но помоги мне по благодати твоей положить ныне начало благое». Арсений немного плакал об упустошении скита, говоря, «Рим погубил мир, иноки же погубили скит». Вот, дошел до этого. Преподобный не всегда подвязался на одном и том же месте, но иногда переселялся из скитской пустыни в более уединенные и безмолвные места, удаляясь приходящие для беседы людей, так как они нарушали покой его душевный. Даже в пустыне люди шли километры, неделями по пустыне и ни одного слова не мог сказать. И это за высочайший образец взято. Так как не удивляйся, что ничего нет, а мусульманство пришло. «Случилось ему быть близ реки и встретиться здесь с толпой путников, шедших той дорогой. При этом одна женщина египтянина прикоснулась к одежде преподобного, но он, оскорбившись, сделал ей замечание, что женщина не должна прикасаться к одежде монашеской. А она его тут же отбрила, женщина-то. Женщина же сказала ему, если ты монах, то иди в гору пустынную. Умилился старец и сейчас ты говорил себе, повторяя слова женщины, Арсений, если ты монах, то иди в горы и скитайся по пустыням. Как это было приятно для него. Таковышки открыты. Один старец спросил обу Арсения, «Как мне быть честной отец? Я никак не могу отстать от той мысли, что я старый, потому не могу ни поститься, ни трудиться подвигами иноческими по причине старости. Поэтому мне кажется, что следует идти и посещать больных, так как это дело любви христианской». Ну что он сказал неправильно? Ну а тот голос нашел контактера, он отвечает. Преподобный же уразумел, что это было бесовское искушение. То есть дело любви христианской, это бесовское искушение. Сказал старцу тому, «Ешь, пей, спи, но только не выходи из келий своей». Это вот это божественное. Это прославляется православие. Люди не знают житья святых. Так сказал преподобный, потому что знал, что иноку, выходящему из своей кельи и приближающемуся к мирским селениям, предстоят многие соблазны и искушения врага, да и вообще не следует выходить безуважительной причиной из монастыря тому, кто умер для мира, подобно тому, как мертвец не выходит из скроба своего. И вот он сидел там в пустыне, каждый день ел, что он ел? Приносили. И он презирал их всех. Монах же, выходящий по своей воле из монастыря, поистине делается мертвым, потому что умирает душою. Когда же начал приближаться самый час кончины преподобного, то он начал много плакать и пришел большой страх. Вот так, дожился. Ученики, увидев его плачущим, спросили его, неужели ты, честной отец, боишься смерти? Апостол желаю разрешиться быть со Христом, что не сравненно лучше. Но он отвечал им, действительно, я всегда чувствовал страх смерти во все дни иноческой жизни моей, начиная с того дня, в который я облегся в образ иноческий. Иноческий? Иноческий. Как ты считаешь по внешнему виду преподобный был благообразен, как ангел, был сед, красив телом, худод великого воздержания, бороду имел допояться, имел очи впалой от постоянного плаща, был высок ростом, но сгорблен от старости. Скончался преподобный после того, как прибыл 55 лет в иноческих трудах и подвигах, постом и молитвой, благоугождая Богу. Постом и молитвой? Никуда, ни слова. Дальше. Вопрос 1842. Святые во всем доверялись Богу, и что бы он не посылал, что было ему попущено, они все принимали с радостью. Им природа, весь живой мир и стихии повиновались. Разве это нам не пример? Это мне вопрос задают. Ответ. Вы просто мало читали о святых. Они часто сопротивлялись и стихиям, и божьей твари, и применяли чисто человеческие средства для украшения зверей. Иисус Новин, 10 глава, 12 стих. Иисус возвал Господу в тот день, в который предал Господь Бога Морея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами, «Стой солнце над Гаваоном и луна над долиною Айолонскою». Во всем у них было подоверие Богу, но и сами не спали, когда можно было вмешаться в протекающие. Антоний Великий, 17 января. Первоначально сюда стали приходить на водопой звери, которые топтали и пожирали овощи. Однажды, когда они в обыкновении собрались сюда, преподобный взял одного из них и ударив его слегка прутом, сказал всем им, «Зачем причиняйте мне вред, сами не видя от меня никакого притеснения? Именем Господнем приказываю вам, вступайте от меня прочь и не приходите сюда». С того времени звери послушные запрещений уже не приходили больше. Еще бы огрел там Ануфрий Великий, да, 12 июня. Надо знать, какое жития. И маленький отрывок именно из этого жития. После всего я начал молиться к Богу, прося Его дозволить не обитать на том месте. Я хотел уже войти в пещеру, но тотчас пред моими глазами пещера разрушилась. Финиковая пальма питавшего святого исторглась из корня своего и источник живой воды свысок. Видя все это, я понял, что Богу неблагоугодно было, чтобы я жил здесь. Если бы не хотел здесь остаться, то оазис так и сохраниться мог. Так, Иоанна, 23 февраля. Нашедший на берегу реки один холм, открытый со всех сторон для ветра и лишенный всякой растительности, он, не имея никакого жилища, провел на нем в подвигах 25 лет. В течение всего этого времени он питался только хлебом и солью, а одежду носил из овечьей шерсти, причем все тело его было покрыто тяжелыми железными веригами. отягченный последними, постоянно палимый жгучими лучами солнца, он никогда не входил под тень и никогда не искал прохлады. Однажды кто-то из обычных посетителей преподобного посадил у тропинки, ведущей к месту его пребывания миндальное дерево. Но когда дерево выросло и стало бросать на него тень, то он приказал срубить его для того, чтобы нигде не было для него прохлады. Среди таких подвигов преподобный отошел ко Господу. Все время против Бога шел всю жизнь, а отошел ко Господу. Считаем. Так, вовремя окончить посевную, назначенные сроки ждать полив, дары полей до холодов связу я, искоропортящиеся все пересолить. Раздумаясь о жизни мной прожитой, как вовремя сподобился родиться, на труд сообразил, весной добыто жито, семья сумела к сроку отроиться. А если бы родился при царях, когда Евангелие не было доступным, таланты благовестия истратились бы зря, скотомогильник населил бы трупом. Родились при инквизиторах России коммунистическим быдлом, но чуть пораньше, меня репрессии бы вовремя скосили, и не засеял бы я нынешнюю пашню. До этой знаменитой перестройки, до гласности, дошедшей до упора, книг не издал бы, сгинул на помойках, а так, как раз и вовремя и в пору. Такой свободы, как теперь у нас, Россия редко счастья выпадала. Крапит из облака так благостно сейчас, поши и сей, и радуйся усталый. Свой опыт знания успел я передать, неописуемо, как вовремя раскрылся, под звездопадом тихая отрада, сестеры братьев радостные лица. Что есть незавершенные заначки? Откорректировать не вопреки писанию, сгодиться вовремя, как много это значит, сверяясь со вселенскими часами. Мне Бог подкладывал любимое в обед, по вкусу моему и завтрак и на ужин. Не замечай выпавших мне бед. Считай, что сел всем оказался нужен. 3 сентября 2003 года. Ну, давай запишем. Арсений Великий. Все на этом. Благодарю, Никита. Слава Господу. Слава Христиану. Значит, возьми...